Перейдем к недекоративным покупкам. Я в который раз себе приобрела сухой шампунь от Dav. Кто-то любит сухой шампунь от Dav, кто-то не любит сухой шампунь от Dav. Я, честно говоря, отношу себя к фанатам данного сухого шампуня. Мне он очень нравится по текстуре. Он не белый, не настолько белый, чтобы его невозможно было вычистить из головы. Он очень хорошо освежает волосы, он хорошо освежает прическу. Также, кстати говоря, мне кажется, они сменили вот этот вот распылитель, потому что он стал распылять вот в этой бутылочке конкретно более мелко дисперсно. То есть его все меньше и меньше, его тяжелее вот именно как-то локально нанести так, чтобы его было видно. Поэтому классный сухой шампунь. Если вы его до сих пор не пробовали, то очень советую. Следующее мое приобретение это Nivea смягчающая мицеллярная вода 3 в 1 для сухой чувствительной кожи. Я, как вы видите, очень активно ее использую. У меня осталось пол бутылочки. Здесь содержится масло виноградных косточек и пантенол, удаляет макияж с лица и глаз, и бережно очищает, ухаживает, увлажняет, успокаивает кожу. Честно говоря, я довольна этой мицелляркой. Она хорошо смывает макияж, она не раздражает мою кожу. Никаких нареканий к мицеллярной воде у меня нет. Мне она, в общем-то, нравится. Как вы видите, я очень активно ее использую. Не было в моей практике макияжа, который бы она не смывала. Если, конечно, очень тяжелые макияжки, это тяжелые стрелки, то, конечно, приходится потрудиться, приходится подольше с ней посидеть, чтобы макияж отошел. А так, в общем и целом, хорошая мицеллярная вода, особенно за свою бюджетную стоимость. Следующий продукт от марки Esfolio. Это корейский бренд, это... Что же это? Тут оторвалось. Что ж тучка? В общем, это пенка. Это ощущающая пенка для лица с вулканическим углем. Классная пенка. Очень хорошо действительно мылится, пенится. Очень хорошо очищает кожу. Она, конечно, чуть-чуть подсушивает кожу. Поэтому, у кого сухая кожа, будьте аккуратны. В целом, хорошо очищает, действительно, прям вот до скрипа, до скрипа, как все корейские умывалки. Здесь хороший большой объем. Найти бы мне его еще на корейском. Да, 150 грамм здесь хороший достаточно объем, потому что все корейские умывалки, они поменьше немного. Здесь прям вот много. В общем и целом, прикольный дизайн еще, к тому же. Поэтому классная умывалка, но советовала, наверное, бы я ее для комбинированной кожи и склонной к жирности кожи. Следующий продукт от марки Формона. Это также сухой шампунь для жирных волос. Не содержит он красителей парапенов с силиконов, зато содержит крапиву. Также он содержит сок алоэ вера, кукурузный крахмал. Я опубликовала в своем инстаграме. Кстати говоря, если вы не подписаны на мой инстаграм, в инфобоксе есть ссылка, обязательно подписывайтесь на меня. Я опубликовала пост с данным шампунем. Кто с ним знаком, он такой классный, натуральный, но еще не пробовала. В итоге никто мне не ответил. Меня это уже смутило, что классный продукт в общей доступности, никто про него не знает. Ну так вот, действительно, вот так вот читаешь, тут экстракт листьев крапивы, сок алоэ вера и много чего полезного. Очень он классный, весь натуральный такой. Но елки-палки у него непрошибаемый запах нафталина. Он действительно неплохо освежает волосы. Ну как неплохо? Вот по сравнению с давом он хуже работает, в разы хуже. То есть вот дав на моих волосах он не делает их жутко матовыми, напудренными. Он действительно освежает волосы, его не видно, и он очень классный. Это же засада делает их матовыми, как вот парик припудривают. Вот примерно тот же вариант. И у него вот этот вот отвратительный запах нафталина. Правда, мама мне вообще сказала, что ей моргом отдают. Я говорю, мама, спасибо, честно говоря, за такой комментарий. Но вот после этого я реально, вот после ее комментария у меня рука вообще не тянется к этому средству, потому что действительно запах остается на волосах, и целый день от вас пахнет нафталином. Как из бабушкиного шкафа от вас тянет нафталином. Люди от вас отпрыгивают в метро. Нет, это, конечно, плюс сейчас пик, что люди реально чувствуют, что это у вас чем-то не тем пахнет, и они как-то отходят, и вам намного комфортнее ехать. Но в общем и целом отвратительный запах. Не самый лучший сухой шампунь, поэтому никому его не советую. И последнее, что я вам сегодня покажу, это огромное количество маленьких баночек от Organic Kitchen. Сейчас каждую по отдельности рассмотрим, я вам расскажу, что я о них думаю. Фишка данного бренда в том, что в таких маленьких баночках, как будто бы из-под сметаны, различные косметические продукты. Здесь всего 100 мл, очень бюджетная цена, просто они копейки какие-то стоят, и разные-разные продукты в таких очень милых дизайнах. Так вот, первое, что я вам покажу, это питательный крем для рук, органические колумбийские бананы, свежая манго. Кстати говоря, вот его я не открыла, я его оставила для работы, но сейчас я с вами открою. Конечно, вот минус очень большой, они сделали не очень удобное вот это место, где они открываются, поэтому я свои ногти, честно говоря, боюсь сломать. Запах очень приятный, манго не пахнет, пахнет только бананом. Очень приятная консистенция. Сейчас попробуем сразу в режиме практически реального времени потестить данный крем для рук. Ну, очень приятный аромат, на самом деле, вот крем для рук, именно из аромата я вам, наверное, советую. Очень приятный на руках, очень хорошо, легко разносится. Кстати, вот уже от рук пахнет как раз-таки манго, манго и бананом. Крем достаточно быстро впитывается, очень сразу ручки мягкие, комфортно, поэтому, в общем-то, за эти деньги я вам этот кремчик советую. Следующий продукт это 906090, моделирующий крем для тела, содержит свежеорганическую малину и органическую кладонью снежную. Что-то мне это напоминает какие-то от натурсибирики продукты, но не будем вдаваться в подробности. Здесь крем розового цвета, очень приятно пахнет, он пахнет вкусной клубничной или малиновой жвачкой. Он очень такой, достаточно жиденький, но все-таки такой, как более мусс, наверное. Классный продукт, хорошо увлажняет кожу. Ничего больше, естественно, он не моделирует, не поможет вам похудеть. Поэтому, кто хочет похудеть все в замк, кто хочет классное увлажняющее средство для кожи в маленьком вот таком объеме, которое можно с собой всегда легко взять куда-то, то да, за такие деньги это классный продукт. Следующий продукт это зефирка, смягчающий скраб для лица. Здесь содержится сок свежей малины, косточки клубники, органический тростниковый сахар. Он такой классный, он действительно вот такой вот розовый, суфлешный, с вкраплениями косточек, и он потрясающе пахнет настоящими зефирками. Он просто бомбезный, он хорошо отшелушивает, отполировывает кожу, если, конечно, не давить там прям вот. Он достаточно, конечно, все-таки вот эти частички, ими можно поцарапаться, поэтому я бы не советовала им именно вот так вот, прям как наждачика натираться, а именно как такой легкий скраб. Очень классный, мне очень нравится. За его запах прям вот вообще ему пятерка. Классный скраб, мне нравится, очень вам советую. Следующий продукт это маска после вечеринки, сос-маска, свежий сок грейпфрута, содержит органическую лимонную цедру. Сама маска, она такая, как пудинг какой-то, она вот как желешка, как пудинг, что-то такое. То есть вот она в банке даже я отрисую, она трясется, но не съезжает вниз практически. Она такого нежного персикового цвета, пахнет она цитрусовыми, пахнет грейпфрутом. Но я, честно говоря, не совсем поняла эту маску, какого-то от нее действия я не заметила. Нанесла ее на лицо, она такая холодненькая, приятненькая, желешка у вас на лице лежит, потом вы ее все смываете. Но какого-то видимого эффекта от нее я не заметила, не поняла. Может быть ее нужно дольше держать, нужно курс целый пройти, но как-то вообще эффекта не заметила, никак не оценила. Думаю, что, наверное, просто маска баловство и ничего она не делает. Следующий продукт называется шоколадный маффин. Это питательный гель для умывания, органический белый шоколад содержит и свежее кокосовое молочко. Данный продукт похож больше всего на джемы для умывания, мусса для умывания от Спивак. Вот там какие-то такие похожие были продукты. Пахнет он потрясающе какао, именно таким вот шоколадом или какао. Он легко, достаточно отщепляется здесь кусочки, хорошо размыливается и, в принципе, умываться им очень классно. Он не сушит кожу этот питательный гель. Очень неплохо, мне кажется, на зиму подойдет обладательницам сухой кожи. Очень приятный, вкусно пахнет. Хорошо очищает кожу, не до скрипа. Он как раз-таки вот заявлен питательным. А так, в целом, очень классный продукт. И последний продукт на сегодня, это кусочек счастья, нежное мыло. Скраб для тела содержит свежий тленовый мед и органические грецкие орехи. Опять-таки, тут дурная упаковка. Вот я вот эти вот штучки где-то поснимала, а где-то оставила на свою голову. Называется «Прощай ногти». Мааа! Горе-блогер. Продукты в упаковке очень-очень жидкие. Вот так его даже практически не показать. Это действительно такое жидкое мыло с вкраплениями частичек отшелушивающих. В принципе, такое реально вкусное баловство. Пахнет оно реально очень вкусным медом. Кленовым, наверное, медом. Да. Вот пахнет именно медом. Очень вкусно, очень сладко. Оно хорошо мылится, эту, эту, эту субстанцию хорошо мылится. Есть действительно какие-то шелушащие частички. Они не особо что-то отшелушивают. Но вот так чисто поваловаться или просто вот для галочки. Я сегодня использовала скраб. То да. А так, как именно какой-то продукт, который будет решать какие-то проблемы, который будет что-то делать, нет. Он, к сожалению, не особо что делает. А так, в целом, прикольная такая штучка. Вкусно пахнет. Если вам некуда деть 80 рублей, то вот органики очень прикольная такая вкусная фигня. А это все, что я хотела вам показать сегодня. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы вы будете в курсе всех новостей. Также в инфобоксе я всегда оставляю для вас ссылки на свои соцсети. Также на меня подписывайтесь, чтобы в режиме реального времени знать, что со мной происходит. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что за последнее время вы покупали среди бюджетной косметики. Что из того, что я сегодня вам показала, вы пробовали. Встречали ли в магазинах вашего города вы марку Organic Kitchen. Как вы относитесь к этому нововведению, к новшеству от Organic Shop. И все, всех вас люблю. Целую. До скорой встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok